доброе утро дорогие друзья сегодня хочу немножко подкорректировать те представления которые начали складываться в головах слушателей об инфодайвинге потому что когда я открыла утреннюю почту она мне немножко вызвала изумление я понимаю моё зеркало мой внешний мир говорит мне о том что где-то где-то я что-то информационно даю не так если я даю не так я ищу сразу варианты что где надо подкорректировать сразу несколько человек начали задавать вопросы это началось еще со вчерашнего дня когда любая попытка ответить на вопросы углубив человека в себя она просто претерпевала вот крах любая попытка человеку задать вопрос вернуть его к чувствам к внутреннему миру как же он все-таки может найти ответ в себе она разбивалась о непонимании вплоть до того что я злая я там еще какая-то еще какая-то еще какая-то вы видите мое зеркало я искренне искренне сама с собой я искренне с вами это основа инфодайвинга когда капустные листы слетают когда капустные листы слетают остается внутреннее состояние базовое спокойствие любви радости да и в таком восприятии я воспринимаю вас такими какие вы есть и вы видите во мне себя вот и вот я вчера совсем разные эпитеты от очень позитивных до очень негативных все это прочла я понимаю что идет восприятие меня и восприятие инфодайвинга во первых это сливается в одно целое что не есть правда да я бы не хотела чтобы мое имя ассоциировалась чисто с инфодайвингом и чтобы инфодайвинг ассоциировался со мной почему потому что инфодайвинг это вообще глубоко это это процесс самопознание инфодайвинг это ныряние за информацией в себя и вы ведь нырять будете не в меня а в себя те кто будет этим заниматься я здесь вообще ни при чем да потому что в вашем восприятии есть ваша реальность и видите к чему мы приходим мы приходим к тому что возникает потребность признать субъективное восприятие что этот мир продукт вашей психики признать со всеми вытекающими последствиями последствиями по ответственности по принятию решений по вторичным выгодам по вторичным выгодам нам все-таки очень выгодно что этот мир чтобы этот мир существовал где-то потому что тогда видите пьяного и вам кажется что вашей что это он где-то существует это не субъект вашей реальности при этом этот пьяный проходя мимо может сказать, очень толковую мысль именно для вас. Именно для вас. Не просто так ваша психика нарисовала его здесь, в моменте, здесь и сейчас. И тогда вам надо будет каким-то образом соединяться с другими реальностями и взаимодействовать, и находить те коннекты взаимодействия с другими людьми. А это будет любовь, и это будет зеркало. Как ни крути, по-другому не складывается. Но понимаете, даже научиться просто совместить объективное с субъективным и найти вот эту точку пересечения, это «и». Мы же привыкли, что у нас либо черное, либо белое. А как сделать мир цветным, соединив это черное-белое? Как разложить его в яркие краски, в призму вот эту, цветовую гамму? Но ведь мир мы все видим цветным. Когда он становится черно-белым, мы уже обращаемся к психиатрам и говорим о глубокой депрессии. Понимаете? Поэтому вот эти вот вещи по возвращению в субъективную реальность. Я начну сегодня, наверное, еще один эксперимент. Возможно, буду искать более краткие пути, как человека, как сдвинуть точку сборки в субъективное человеку. Но, конечно же, все идет через тренировку себя, потому что, на самом деле, вера в субъективную реальность, здесь идет слово «вера». То есть точка сборки, когда восприятие задвигается в субъективную реальность, включается механизм веры внутри человека в то, что он верит, что это именно так. И когда он верит, в его жизни идут подтверждающие моменты. Работает тогда вот эта цепочка в нашей психике. И тогда мы находим подтверждение того, что этот мир действительно формируется в нашей голове. Но ведь если эта вера включается как последствие того, что точка сборки задвинулась, ее можно сперва включить, а потом задвинуть точку сборки. Потому что задвигание точки сборки в субъективное восприятие мешает что? Мешает система ценностей и убеждений, то есть программное обеспечение, которое сформировано нами в результате какого-то травматического опыта и записанного в нас как в установке. И получается, что вот эти установки, они все сделаны, они все сделаны с позиции объективного восприятия. То есть все наши предки жили в объективном восприятии. И лишь избранным, избранным передавалось из уст в уста о том, что вот если ты вот так начнешь смотреть на мир, то у тебя начнут твориться чудеса. И только избранные доходили, доходили случайно или не случайно, кто-то в результате травмы, кто-то в результате глубинных молитв и медитаций, что есть одно и то же, доходило до того, что у него вдруг приходило озарение, что этот мир формируется у него в голове. И начинались чудеса. И тогда этих людей очень быстренько присваивали к святым, к магам, жрецам и так далее. И на этом выстраивалась целая система управления, управление теми, кто этого не осознавал. Но при этом осознавание того, что те, кто находятся вот в другом восприятии, они являются зеркальным отражением того, кто воспринимает мир из субъективного восприятия, эта тема вообще не озвучилась. И когда ее озвучить, становится очевидно, если ты просветлен, то вокруг тебя просветленные люди. И тогда смысл умалчивать, и смысл вот это вот все прятать, он теряется. Понимаете, и меня до сих пор удивляет, почему люди просветленные вот это дело не осознали. И когда слышишь от гуру, а зачем выдавать это в массы, а зачем, ну, наверное, технических средств не было, он же не будет бегать за каждым и уговаривать, потому что вот даже люди, с кем мы встречались, они все находятся в себе, в своей радости, в своем внутреннем мире, и у них все хорошо, и им не надо менять этот мир. И на самом деле это один из таких моментов, который останавливает. Но кого-то останавливает, потому что у него другое предназначение. Меня, например, это дело двигает очень сильно, потому что я понимаю, что сегодня средства массовой информации позволят точечно, точечно сформировать, сформировать другую систему восприятия в головах очень большого количества людей, и это реально прорыв, включая технический, включая духовный, включая по здоровью прорыв, чтобы тела были здоровыми, потому что, ну, сегодня все есть так, как есть. Я об этом читаю в интернете, я об этом слышу у людей, в моей реальности как-то это не происходит, но те отголоски, которые долетают, я понимаю, что игра там идет не очень трешовая. Вот, поэтому я за то, чтобы все-таки человек воспринимал мир с позиции субъективного восприятия, и тогда, понимаете, тогда инфодайвинг, как таковой, он воспринимается не как показалка, демонстрация способностей. Наши психические способности не ограничены вообще, мы их можем только ограничить сами у себя. Вопрос, верим мы в это или не верим. И вот самое сложное, запустить этот механизм веры, а он запускается постепенно через опыт, либо же первичное сдвигание точки сборки в эту позицию, но для этого надо, чтобы были изменены полностью драйвера, наше программное обеспечение. И в инфодайвинге мы заходим с того, что человеку предложено самому разбираться со своим программным обеспечением. Но зачастую разбираться со своим программным обеспечением, вот я, например, основу я выгребла сама, но вот сейчас то, что я работаю, например, когда мы работаем в круге, я ведь удаляю деструктив у человека, и тут же удаляю деструктив у себя. Синхроном идет, да? То есть чем хороша профессия инфотюнера, тем, что он сразу корректирует и себя, и другого человека. Он с одной стороны помогает, с другой стороны идет коррекция. И эта профессия, это позволяет ему иметь материальные доходы, жить на это, да, с одной стороны. С другой стороны, это гармонизирует его общество. Это опять-таки все влияет на, видите как, оно получается, те же самые доходы, они становятся средством. То есть шпалы будут шпалами, а цель, она другая. Она более глубокая. И получается, что человек все-таки хочешь, не хочет, а начинает приходить к себе настоящему. И он начинает жить вот по этим законам тонким, когда он задает цель, Бог формирует реальность, и идет коллективная игра вот такая вот. Коллективная – это его с Богом вместе, да, первичная дуальность. Когда мы отделили я от нея и вынесли Бога вне себя. И таким образом вот эта вот режиссура фильма, она идет синхронно, одновременно и осознанно. Вот куда ведет инфодайвинг. Но получается, что каждый человек, каждый человек идет туда сам, работая с собой. И основы – это вот этот уровень программного обеспечения своего раскопки. Раскопки – это неправильное слово в данном случае, оно некорректное. В данном случае углубление в себя и подъема тех информационных пластов, включая генетических, которые уже как родовая травма сформируется, которые держат энергию, ресурс, который может использована в дальнейшем быть как средство для материализации того же самого. Не деньги, а вот эта энергия, она является энергией проявлений. Каким образом это вам придет в жизнь, уже не столь важно. То есть здесь идут психические ресурсы. Речь об этом, об углублении сюда. И видите ли, на пути вот этом углубления в себя у нас обязательно выскакивают и другие персонажи из коллективной реальности, с кем мы начинаем работать. Это точно так же укрепляет наш механизм веры, точно так же прорабатывает наши глубинные программы и установки. Точно так же это наша игра в нашей реальности с другими людьми. И не важно, мы находимся рядом или мы находимся на большом расстоянии. Все равно нашему сознанию это игра сознания. Игра сознания в самопознание. Понимаете, куда мы идем? Инфодайвинга цель является вот это. Не демонстрация способностей. Потому что демонстрация, я сегодня могу сесть в этой комнате и начать там с тазиками, с телекинезом и темноводием, с вертушками, с чем угодно. Уже куча видео на эту тему есть, и оно не имеет смысла все это дело. Кто-то будет спорить, а это там статическое электричество, а здесь вот у вас там свитер такой, а еще что-то. А вот это намагничивается. Это все ерунда, это все чушь. Точно так же, как чушью будет, когда человек говорит, ой, угадал или не угадал. Не об этом речь. Не эта основа. Основа углубления себя со смещением точки сборки в субъективное восприятие. И тогда становится доступна опция формирования, осознанного формирования реальности. То есть вы не идете по тому сценарию, который снят вами же, но не осознается вами никак. А вы в моменте здесь и сейчас чувствуете, проживаете и снимаете следующий фильм. Понимаете, вот об этом речь. То, что опять-таки воспринимается как фокусы Владимира Бесфамильного, становится реальностью и не фокусами, а нормой жизни. Понимаете? Но для этого надо сменить восприятие. Вместе с этим сменить программы. Программы восприятия на то, что этот мир – продукт вашей реальности. И вся ответственность за этот продукт лежит на вас как минимум. И при этом вы воспринимаете мир целостным. И когда вы целостны, вы можете как зеркало отражать абсолютно любые грани этого мира. Понимаете? Вот о чем речь идет. Глобально о чем речь идет. И вот эти все подмены, мне очень удивительно, как люди слышат. Они слышат, вот вроде ты говоришь, совсем другое содержание. Они слышат то, что они в принципе способны услышать. Мы об этом знаем. И это уже реально. Сколько экспериментов психологических на эту тему проведено. Господа, наступает Новый год. И желаю вам слышать. Слышать себя. Слышать, чувствовать, ощущать. Радоваться каждому моменту здесь и сейчас. Этой проявленной реальности. Той реальности, которую хотите вы или не хотите, вы на самом деле творите сами. Я желаю вам в Новом году это все дело осознавать, понимать и принимать. С любовью, с радостью и благодарностью. Счастья вам, дорогие мои. Счастья, потому что это самая крутая игра, которая вообще возможна в этой нашей проявленной реальности. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok